добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы сегодня у нас глава и кеф что нам интересно в конце написано что если мы себя хорошо ведем то всевышний наведет страх на всех обитателей страны к наан и вам ничего не угрожает и будет с вами всевышний а давайте вспомним как ведет свои войны всевышний когда мы себя стараемся вести хорошо давайте вспомним первый наш праотец аврагам что это было глава лых лыха мировая война написано что четыре вавилонских царя нападают на одиннадцать царств и первых по дороге уничтожает рифаим в аштерот карнаими это были великаны зузим гами им им шава кирятаями им тоже великаны хореи на горе их сир да и парана тоже хореи всевышний великаны были говорит потом повернули вен мишпад он же кадеш поразили весь танамалека какой-то мощнейший народ а также и мареев живших от сон тамре то есть 6 сар возник великаны это страшные люди всевышний отдал вавилонским царям всем дарламеру и так дальше четыре царя дарламер первый сих амрофельца от шинара и так дальше дальше что идет идет на сдом нападает на пять царств на сдом амору надму своим и цар вавилон их всех победил они все кто остались живые убежали разграбили имущество всевышний показал это врагам пришел беглец сообщил что твой родственник пленен а врагам не боится пишется что он берет своих воспитанников домочадцев триста восемнадцать человек и бросился на них в расцепную наши мудрецы говорят что вообще сел с ними учить тору а всевышний отправил ога великан и он напал ог нападает перебил их всех то есть получается что 15 царств всевышний бросил аврагаму под ноги полную северную войну дал выиграть он один вот и вот такой такая ситуация после этого мы видим что египет его боится эти царства ему готовы все отдать он не берет ничего говорит разве то что съели отроки на войне и доля людей которые мне помогали анеры школе мамре его союзники были в общем невероятно всевышний выиграл войны ничего не на аврама было брать оружие в руки дальше идет ицхак он вообще не воюет он так преданно служит всевышнему то сказал на жертвник ложиться ложиться что угодно готов на все всевышний так взял что все что под ноги бросил с хаку все уже в эмалек величайший царь просит и говорит у дед нас ты стал гораздо сильнее нас и с ним договаривается еще лучше чем с аврагамом уже и делегацию больше к нему присылает чтобы с ним поговорить то есть ицхак полностью по защищен всевышним это свою праведность потом яков смотрим пытался его кто-то убить родной брат когда он уходит от лавана идет исав с огромной армией 400 человек это была армия яков так молился так просил всевышний сделал так что яков сумел схватить ангела исава он его придержал ангел его благословляет естественно война выиграна когда ангел исава благословляет якова самая левого зовут пишет нашему адресу война выиграна воевать не надо дальше после того как с исавом все хорошо не дал всевышний брат убийств на войну устроить но победил его так после этого шхем дина изнасилована принцем шхема вот всем сын хамора это сделал братья дины два мальчика по 13 лет берут каждый меч свой и напали на город без боязни вдвоем два мальчика против по 13 лет мидраж пишет на было 24 тысячи мужчин всевышний их всех отдал и схема и хамора убили мечом астреем меча как они могли 13 летние мальчики это сделать это невозможно даже если просто закрылись бы в домах своих как ты прониклишь да попробуй зарезать 24 тысячи коров которые будут связаны это вообще невозможно ты более им по 13 лет просто всевышний отдал и все вот так отдал яков боится что делать что я кого делать он говорит вы меня позорили среди жителями этой страны я малочислен нападут на и разобьют меня не тут то было к на ней собрались и напали яков начал молиться построил квадратом свою семью как мы видим в книге бамидвар риувен шимон и гад это на юге до нафтали ашер на севере на востоке это ягуда и сахар зволун и на западе идет минаше и фраим и беньямин все этот квадрат когда не увидели все вышли страх навел писать вверх был страх великий и никто не смелится напасть на якова дальше идет какие войны идут уже это мы жили в египте после этого мы выходим не успели выйти у нас появляются враги амалек нападает ну здесь мы виноваты здесь пришлось воевать и люди погибшие были это было после того как мы уже стали себя вести получше уже не говорили если бог среди нас или нет даже гадости делали уже смотрим гора синай мы здесь сделали и золотого тельца сделали преступление но что же всевышний прощает нас после этого мы выходим оттуда и там пришли места где мы там мясо требовали здесь войны не было но мы страдали от мора но потом мы идем в разведку идем мы в разведку и разведчики искали злую молву за страну которую вы смотрели что получилось дальше всевышний сказал вы будете жить 40 лет в пустыню пока последние воины не умрут из среды страны мы говорим нет мы все равно ты наш папа пойдем воевать никто не пойдет не идите с вами не пойдет вы потерпите поражение чтобы пойти воевать на эту страну это не просто вас один малек на пол и вас перебил а тут вы идете против амалека против двух амарейских царей против лота которого захватил сихон против тридцать одного к нанейского царя можете писать эйсав представлен амалеком мав это лот амарейские цари и к нанейские цари то есть мировая война опять и что мы идем на войну пишется в книге дворим и напали вас эмареи и били вас как делают пчелы громились до хормы и пришли вы плакали о как делают пчелы тут же наши приводят комментарии пчела как только кусает нас сразу погибает это ж не шерстники а всевышний говорит я навезу на ваших врагов шерстники которая страшная оса нет пчела и действительно они тут же погибали мы вернулись и плакали и эта война была фактически война всевышнего мы вернулись всего сказал всевышний будете все рожать 40 лет пустыни но вас не отдам вот папа не отдал детей мы такие смелые вроде неверующие но поняли что всевышний защитит дальше что идет дальше идет у нас какая война дальше у нас идет война между собой это уже сороковый год агрон умирает здесь мы воевали с друг с другом перебили друг друга было такое мы уже много раз об этом говорили врата убийств на война в хацероке потом всевышний отдает нам после этого сихона без единой потери великанов разгромили это так и двойные все вышли на пае без единой потери перебили великанов потом ого отдает великана перебили без единой потери всех ничего все в целом все живые и здоровые вернулись медиан разгромили перебили всех медианитян всевышний дал нам награду вот так ведет воины всевышний вот так мы вроде не заслужим но он нам все дает и если мы его слушаемся то он нам все под ноги бросает только себя видите хорошо единственное когда мы начинаем просто перегинать палку вести себя как мы хотим естественно получается как бы по нашей вине все это что мы творим вот давайте учиться истории как себя хорошо вести чтобы мы не попадали в такие ситуации и чтобы у нас было все хорошо все всем шаббат шалом всем браха парнаса кавана списка меня с собой нет за всех этих людей мы молимся чтобы все были здоровы и счастливы чтобы у всех было только прибавление в торе заповедях всем крепчайшего здоровья делитесь видео с друзьями до следующих встреч надеюсь на состоится объем решен 6 15 30 до встречи шалом шаббат шалом